Хеюшки, ребятки, с вами Лекс, и мы продолжаем играть в ГРНИ, вторая часть, и в данный момент будем стараться все еще пройти эту игру, я немножко проспойлерю, у нас получится пройти, но какая концовка, пока что не скажу. Также будем пытаться некоторые баги использовать для того, чтобы бабку застопить, но получится у меня или нет, вы увидите в этом видео. Погнали. Давайте попробуем еще раз, смотри, можно поставить экстра локс, то есть еще замков побольше, можно поставить экстрим, экстрим это, видишь, это экстра замки, это темнота, и это музыка, это будет супер страшно играть, это также будет страшно, как играть, к примеру, ну, в старой ГРНИ, либо, а, да, и на этом режиме можно выбрать только двоих, то есть нельзя поставить бабку, либо детку. На харде тоже нельзя, но здесь, видишь, нету темноты, на нормале можно выбрать, но при этом есть экстра лок, но лучше выбирать, конечно, деда, почему лучше деда выбирать, потому что дед сам по себе у нас имеет ключ от секьюрити рум. Так, че это такое? Сыграю в Роблокс, лол. Лол. Ну, смотри, а дед у нас, получается, появляется всегда на втором этаже, ну, почти всегда. О, нифига себе! Если ты с дедом играешь, то ты можешь пройти только, ну, ты видишь, только через лодку. Если играешь с бабкой, ну, это, видимо, на... Охренеть, он быстрый! Ну, на нормале только, видимо, так сделано. Только через лодку можешь пройти, но при этом... Бабки нету. Бабки нету. Тебя никто не может поймать с другой стороны. Если, к примеру, убегаешь от деда, то бабка тебя уже не поймает. Если деда не выбирать, то можешь найти его ключ в ящиках. Прикольно, спасибо. Но дед нас не слышит, то есть... Дед чертовски быстрый. Я думал, что он на втором этаже появляется. Он на первом этаже появился. А сейчас где появился, тоже на первом этаже? Или на втором? Ну, он страшный. Он страшный, пипец. Фу! Он страшный только потому, что он быстрый. Дверь заперта, да? Нет, не заперта. Можно пройти. Смотри! Гаечный ключ, ребята. Гаечный ключ, если вы не понимаете. Видимо, от нового замка. Скидываю сюда. Ну, потому что экстралокс мы поставили. Берем веопанки. Мне вот интересно, слышат ли люди от нас. Раньше не слышал. А сейчас? Нужно ждать, пока он придет ко мне, сюда. Других вариантов нету. Эта штука до сих пор, видишь, так стоит. То есть она стоит так, что ты ее не уберешь отсюда нафиг никогда. Дедулька! Давайте здесь выйдем, окей. Надо было, кстати, эту штуку здесь и спустить. Эй! Упала. Видел, полчаса поднимал. Тяжело. Тяжело, однако. Бэнк. Ну что, прыжок. Вроде бы дед нас не видит через эту штуку. Но у нас есть арморекей. Веопанки. Если кто не понимает, то это ключ от оружейной. Опа. Опачки. Ну что, дедуль, ты где там? Дедуля? Пердед. Пердедушка. Ну как его спровоцировать, чтобы он ко мне пришел? Я же даже не знаю, где он. Если он внизу, то я, блин, спущусь, он меня убьет. Если он вверху, я поднимусь, он меня убьет. Вот он. Здорово, дед! Давно не виделись? Минута 30 секунд, видишь, дается. Меньше, чем было. То есть, когда бабка и детка есть, дается 2 минуты 30 секунд. Сейчас гораздо... Больше. Ой, меньше, наоборот. Есть такой ключ. Я так понимаю, нужно завести что-то. Что-то там открутить у лодки. Потому что раньше не было такого. Сейчас нужно. Здесь смотрим, ничего нету. Здесь смотрим. Или здесь нужно откручивать. Фиг знает. Здесь ничего нету. Побежали, 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 побежали. Этот, получается... Крау-бар, да? Должен быть здесь, наверное. А-ка зачем мы принесли эту фигню? Для чего она нужна? Лол. Она для чего не нужна? От Аурума? Привет. Спасибо за рейд. Если действительно от Аурума. Аурум раньше снимал вроде этот, да? Клэш-рояль. Сейчас не знаю, что он снимает. Скорее всего, дальше продолжает снимать и играет. Супер цел. Если вы действительно от Аурума, то привет ему. Спасибо ему за рейд. Так, смотри, что это такое? Это ган? А, да я ключ не взял, да? Как обычно, у меня все. Мозгов нету. Не взял, нифига. Второй раз. Второй раз делаем одно и то же, и получается какая-то дичь. О, нифига себе, ломик здесь. Вот это вообще... А-а-а! Дерьмо! Ты видел, он где появился? Он прямо со мной появился. Охренеть! Это ж нереально, блин, выигрывать его. Спасибо большое за рейд. Если это действительно так. Если это вообще... Вы к другому лекции зашли? Лол. Мешные. Так, что мы сейчас делаем? У меня есть эта штука, я не знаю. Мне нужно попробовать опять-таки освободить этого вампира. Он все равно не слышит, как мы кидаемся вещами. Но проблема в том, что он может спуститься сюда. Лекс, Бравл Старт, где? Лух. Вы к другому лексу должны, ребят, пойти. Наверное, американскому лексу. Есть американец, какой-то записывает Бравл Старс. Смотри, Спешл Кей. Офигеть. А для чего он? Да, если Бауэр у меня зарейдил, было бы гораздо больше сейчас онлайн, согласен. Тут цыглы, как говорится. Это не сюда. А куда тебя? То есть там дверь-то все равно закрыта? Или мне можно те решетки открыть каким-то образом? Мго, проверим. Пердет, ты здесь? Вот как открыть эту штуку? Мне кажется, никак. А, он на камерах сидит сейчас. Ну, пускай сидит. Открываем тогда эту дверку. О, нифига себе. Ключ от лодки. Ключ от лодки. Точнее, этот руль. Ну и что? Будет идти. У мамик со стрим. Ура! Как нам повезло. У Лекса тоже, если не заметил. Эх, старый. Давай, иди сюда. У Аурума сейчас нет стрима. Он, скорее всего, нет стрима у него. У него, скорее всего, видео. Он Лекса, наверное, упомянул. Но не меня он упомянул. Он упомянул, наверное, этого. Американского. Которого про Волстар снимает. Там две буквы Х, если я не ошибаюсь. Привет, Танюша. Ну, Бравл... Не могу сказать, что говно, но мне не понравилось. Я наигрался в него за пять минут после того, как... Ну, не за пять минут, там, ладно. Два-три часа я в него играл. Мне больше неинтересно в него играть. Я наигрался. Типа этих... Выбивать новых персонажей не особо интересно. Если убивать новые карты в Клэш-Рояле было офигеть, как интересно. Ты прям... Каждую карту хотел новую кумать легендарку. Ты просто мечтал. Мечтал о легендарке. Здесь мне вообще неинтересно. Я считаю, что вообще вот другие персонажи, которые здесь есть, да. Даже если они какие-то легендарные или что-нибудь. То, если он легендарный, то, скорее всего, он имбалансный. Как может быть в Королевской битве? Имбалансный персонаж. Я не понимаю. То же самое, что... Сразу чуваку, к примеру, в Пубге, либо в Фортнайте давать снайперку в момент высадки. Это же глупо. Ну и что, он будет идти сегодня, нет? Ты что там, умер что ли? Идиот, блин. Угу. Тупой. Заглянет под стол. Ой, под кровать. Они заглядывают иногда. Вот так ты прячешься, закрываешь дверь, они берут, заглядывают. Я не знаю, от чего этот ключ. Мне самому интересно. Поет песенки, ходит. Но он открыл нам дверь. То есть нам не пришлось... ...открывать дверь с помощью его ключа. Ой. Я уже думал, что-то новенькое. О, здесь и то же самое. А может быть, эта штука и открывает как раз-таки решетки? Здесь можно открыть. Но здесь ничего нового нету, ребят. Не знаю. Влияет ли как раз-таки спасение этого графа Дракулы... ...из гроба... ...на игру... ...в момент, когда мы играем без бабки. Мне кажется, не влияет. Но мне вот даже интересно, от чего вот этот ключ. Просто я понятия не имею. Надо скинуть его туда. Блин, надо взять ломик, кстати, открыть ящики. Что произошло? Вот мне бесит еще в этой Грэнни, что... ...вещи не скидываются так, как ты хочешь. Они скидываются так, как хочет игра. На шару. Как думаете, успею? Мне кажется, не успею. Сейчас он будет на втором этаже. Ага! Ну, вроде успеваю пока. Сбираем эту штуку. О! Это... ...это... ...как его называют? Мне уломик все равно нужен, ладно. Блин, мне и то, и то нужно. Что за издевательство? Ну, надо скидывать сюда. Отлично, скинул. Вместе с собой. Ну все, пердет. Держись тебе, конец. Тубикинец. Пердет. Ну, только если я его найду. Пердедище! Ты где? Я слышу, как он ходит. Я не понимаю, где. Страшилка какая-то получается. Он сейчас будет вот здесь вот идти, если он снизу идет. Я его застрелю прямо в спину. Ну... Давай. Иди, дед, иди. Как его спровоцировать? Как тебя спровоцировать, говнюк? Бабку-то, блин, легко спровоцировать. Берешь, шумишь вот так вот. Она пришла. А дед глухой у нас оказался. Блин, он прикалывается? А, нет, вот он идет. Он все-таки не глухой. Не такой глухой, как я думал, по крайней мере. Заберу у него ключ. Дай пройти. Дай пройти, дед! Блокиратор ты сраный. Дай мне пройти, козла кусок! Дай пройти! Дай пройти! Жесть какая-то! Как я буду играть, если меня не дают дед пройти? Лег на лестнице, блин, спать. Вот эта, кстати, штука, я не понимаю от чего. Напишите, ребят, в комментах, если вы знаете. Rush Wars. Я такую не играл даже. Если вы про Supercell игру, да? У них там какая-то новая игра вышла. Я в нее не играл. Ну, вроде бы у нее плохие отзывы. Ну, то есть, ничего интересного. То же самое Clash of Clans, только новые обертки. У них же еще есть игра такая же. Boom Beach, если я не ошибаюсь, так называется. Так, эту штуку мы не осматривали. Здесь как раз-таки Bot Key. Это ключ от лодки. Нам нужен в любом случае подлокей. Подлокей, скорее всего, будет в этом находиться. А, да как мы откроем-то эту штуку? Я не знаю. Это сюда кидаем. Вот мне не... Как? Не-не-не-не-не. Непонятно, где появится этот дед. Они всегда в разных точках появляются, так понимаю. Так, здесь у нас есть еще такой ключ. Тоже вот мне пока что непонятно, для чего он. Куда его сувать? Ой, здрасте. Он ходит уже. Пусто. Пусто. Он уже ходит, видимо, на втором этаже. О, вот эта штука! Нифига себе. Прикольно. Когда проходишь с бабкой и с деткой на легком уровне сложности, этого ключа здесь нет. Смотри, он открывает вот этот проход. Офигенно. Патронов, кстати, нету. Пульки не постреляешь. Пулечками. Блин! Брать ломик, не брать. Я не хочу проходить с помощью вот этого прохода. Вот я не помню, просто мне ломик нужен будет или не нужен. Вроде бы нет. А теперь мне вот интересно, где взять патронов. До свидания. Всего хорошего. Он сейчас откроет дверь, чекай. Откроет по-любому. Не открывай. Иди отсюда. Все нормально. Жесть! Что за телефон? Я на телефоне играю. Видишь мышку? Ты мышку не видишь? Она невидимая? Вы что, прикалываетесь? В каком телефоне? Так, давай в ней спустимся. Там могут быть патроны. Да, есть. Давай сразу зарядим его полностью. Это еще полторы минуты. И если два раза убьем, то три минуты у нас будет. Старикан, пердун. Пердет. А где он? Вон он. А, у него можно ключ забрать. Убили деда, пока он спал, блин. Лох. Это было смешно. Так, ладно, пока выкидываю это говно. Берем это говно. Пускаемся вниз. Прикольно, он, оказывается, спит еще. То есть, можно ключ забрать у него, пока он спит. Не обязательно забирать ключ. Ну, зря, на самом деле, я сейчас заполняю, потому что, может, было потом в конце. Так. Готовенько. Новенький готовенький. Погнали дальше. Здесь у меня что? Здесь у меня еще ключ. Мне нужен подлог кей. Мне нужно его где-то искать, для того, чтобы открыть эту фигню. И там будет, скорее всего, еще какая-то нужная вещь. Я вот не помню, где у нас руль. Руль я вроде бы тоже видел. А вот куда я его положил, либо брал ли я его вообще, от того, где я его видел, тоже не помню. У меня ощущение, что я видел его здесь. Но это, скорее всего, в другой игре я видел, да? Да, это в другой игре было. Здесь мы все взяли. Блин, плохо получается тогда, плохо. Здесь у нас ничего нету. Ломик мне не нужен. Ключи и вот эта фигня не нужна мне. Вот он, руль. Все-таки руль я видел. Не ошибся. Бежим, 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 бежим. Я понял, что это экстра замки. Я понял. Я и говорю, что у меня их раньше не было. Я так понял, что это экстра замки. Все, руль мы нашли. Нам остается найти свечу зажигания. Ключ. Ключ я, кстати, нашел. Он там где-то тоже наверху был. И все. И открыть подлог кей. Просто назови свой телефон. Зачем тебе мой телефон? У меня телефон... Xiaomi или какой у меня? Huawei, не помню. Xiaomi Mi. Xiaomi Mi 9. Дес найдет меня. Вот я сейчас так спрятался. От бабки так можно спрятаться. От него? Интересный вопрос. Когда-нибудь играл в Undertale? Ты узнаешь ответ на этот вопрос, если ты наберешь Undertale в поиске моего канала. А так я не хочу отвечать. Спасибо. Научитесь уже, наконец, пользоваться поиском, ребят. Вас интересует вопрос. Вы задаете его 50 раз. Уже 50 раз подряд. Так это возьмите, да в поиске наберите. Чтобы в следующий раз не спрашивать. И все. Все легко и просто. Не правда ли? Бэнк. Ага. Такая штучка здесь есть. Интересно, дед спустится, услышал он. Где мне ее использовать? Она мне нафиг же не нужна, разве нет? Это электричество отключать. Ну, либо подниматься наверх. Дракулу освобождать. Подлог Кей у нас будет там, у Дракулы. Мне в любом случае нужно пистолет с собой брать. Ну, это электрошокер. А я не помню, где он. Ладно, на всякий случай тогда я эту штуку вырублю. То вдруг... Что? Погнали. Забираемся сюда. А, ну да, все правильно. Электрошокер нужно добыть, достать. Здесь у нас вот эта фигня. Ты видишь меня? Как ты меня заметил? Ты что, зрячий? Я думал, ты слепой. Сюда. У нас есть дробовик. Можно, в принципе, дробовиком его зафигачить. Где ты там? Я здесь, пердет. Пердет. Пердет, пердет еще. Опаньки. Забрали. Нам электрошокер в любом случае нужен. Вот у нас, кстати, ключ от этой фигни. Сейчас нужно будет забрать его. I can do that. Он не может этого сделать, потому что заблокировано. Видишь, еще это экстра-кей, ребят. Вот для чего нужен этот. Сейчас покажу. Сейчас покажу, как это работает. Заодно вставим ключ туда. У нас, потому что гаечный ключ находится внизу. Ну, вставляй. А ты ключ почему не вставляешь? Ясно. Ключ нужен, видимо, потом, в конце. Гаечный ключ забираю. Блин, у меня эта штука здесь. Блин, пипец. Хочется и то, и то сделать. Ладно, гаечный ключ, я думаю, успею. Сейчас нужно успеть до самого верха добраться и забраться. Сделать эту фигню. Получить подлокей. Почему я боюсь то, что не успею? Потому что сейчас дед появится и не даст мне потом пройти нормально. С гаечным ключом, я думаю, полегче будет. Готовенько. Сюда забираюсь. Вот у нас проход. Стреляем. Выкидываем говнище. Это нам больше не понадобится. Берем кусачки. Кусачками прогрызаем. Раз цепочку, два цепочку. Падает у нас граф Дракула. Покажись людям! Ну, покажись! Ну, что ж так падаешь некрасиво? Уже в какой раз? Третий раз я показываю тебе. Здесь от сейфа ключ, значит подлог кей будет в сейфе. Не знаю, где этот старпёр. Сейчас бежим сюда. Спрыгиваем. Здесь его нету. Старика нету, он, скорее всего, внизу. Либо он ещё не появился. Подлог кей нашёл. Сейчас спущусь, и меня убьёт дед. Проверяем. Проверяем, так ли это. Нет, не так. Неожиданно. Я угадал. Чё? Там всего три жизни было? Прикинь, всего две жизни было. Офигеть. Ух, пипец, не встать, да? Я почти выиграл. Я почти выиграл, ты сам видел. Ещё в конце какая-то, блин, реклама показалась. Ладно. На этом я пока же закончу. Спасибо всем, кто был здесь. Не забываем оформлять спонсорскую подписку. Ага, так она не врубается. Спонсорская подписка, ребята, оформляется очень просто. Берёшь, наводишь мышкой, спонсировать. Набираешь свои данные. Платишь всего лишь 25 рублей, у тебя появляются офигительные смайлики, которые я сейчас отправлю в чат. Помимо этого, есть такие, 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 такие смайлики. Абсолютно разные, все самые крутые. И, разумеется, у спонсоров появляются усы. Если у меня нет усов, я не спонсор. У меня их нет. Я обычный смертный. А вот спонсоры с усами, между прочим. Да-да-да, не удивляйтесь. Поэтому оформляйте спонсорку и будьте классными. Будьте лучшими. Вступайте в ряды братанов, либо сеструх, либо сеструх и братанов моих. Мне будет приятно вас видеть в этом отряде, в этом клане, так скажем. Вот так вот. Скваде. Ну, Сквад самое классное название, Сквад. Все, с вами был Олег, это была игра Грэнни 2, надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно прожмите лайк, чтобы не, чтобы дать мне понять, что вам нравится, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы увидеть продолжение. И, разумеется, там будет выходить обновление, мы обязательно будем их все обозревать. Спасибо всем за просмотр. Всем добра.